Добрый день, уважаемые слушатели! Цикл лекций «Логистика трубопроводного транспорта». Тема сегодняшнего занятия – обоснование строительства магистральных нефти и газопроводов. В рамках сегодняшнего занятия мы должны с вами ознакомиться с условиями строительства магистральных нефти и газопроводов, задания на проектирование, а также технический проект на проектирование. Вектор курса, доктор философии, старший преподаватель кафтно-транспортной и технико-логистической системы Сулей Бахтер Данирович. Как вы помните из предыдущего занятия, на нем мы познакомились с различными классификационными признаками, а также составными частями магистральных нефти и газопроводов, а также различных других трубопроводных транспортов, применяемых в нашей повседневной жизни. Как уже было сказано на предыдущем занятии, в большую степенью упор мы сделаем на изучение магистральных нефтяных и газовых трубопроводов. Первоочередной задачей при прокладке такого вида транспорта является определение условий строительства этих газопроводов и нефтепроводов, а также их обоснования. Для этого необходимо рассмотреть условия строительства, подготовить задания и технический проект. Современные магистральные трубопроводы – это крупные строительные объекты, характеризующиеся большим диаметром до 1420 мм, высоким рабочим давлением до 7,5 Мпс и значительной протяженностью более 3000 км. Трассы трубопроводов проходят в самых разнообразных природно-климатических условиях. Как вы видите из рисунка, представленного ниже, прокладку трубопроводного транспорта ведут не только в идеально хороших условиях, ну а также в любых и других условиях, где строительство другого вида транспорта, коммуникации для другого вида транспорта, строительство железных дорог, строительство автомобильных дорог, представляется гораздо дороже, нежели применение трубопроводного транспорта. Несмотря на главный его минус – это высокую металлоемкость. Итак, какие же классификации условия строительства тумбопроводов существуют? Условия строительства линейной части магистральных тумбопроводов делятся на следующие виды. Первое – нормальные условия, второе – сложные или особые условия, и третье – строительство переходов через естественные и искусственные препятствия. К нормальным условиям относятся такие, которые не требуют применения специальных технологий, машин и механизмов при производстве работы, то есть строительство ведется по типовым технологическим схемам. Особые условия требуют внесения соответствующих коллектив в зависимости от видов этих условий. Рассмотрим каждое из них. Первое – сильно пересеченные местности. К особенностям сильно пересеченной местности относят наличие скарных пород, наличие горных рек и ручьев, наличие оползневых участков и наличие косогонных участков. Второе – это болото и обводненные участки. Болотом является избыточно увлажненный участок земной поверхности, который характеризуется слоем дрофа мощностью полметра и больше. На таких участках для обеспечения устойчивости трубопровода против всплытия требуется применение специальных средств бластировки и закрепления трубопроводов. Третье – многолетние мерзлые и пучинистые грунты. Для того, чтобы грунт в процессе эксплуатации трубопровода не таял, необходимо применение специальной теплоизоляции. И в большинстве случаев для дополнительной защиты применяют надземную прокладку. Следующее – это сейсмические районы. Для того, чтобы в процессе землетрясения трубопровод не потерял свою прочность, необходимо применение специальных амортизирующих элементов. Следующее – барханные пески, пустыни и полупустыни. Такие условия характеризуются особыми грунтами – песками, которые являются легкими, цепучими и легко раздуваемыми. Соответственно, в таких районах требуется применение большего объема земляных работ. Трубопроводой является линейно протяженными объектами. На своем пути пересекают большое количество естественных и искусственных препятствий. Участки линейной части магистральных трубопроводов не пересечения этих препятствий называются переходами. К естественным препятствиям относятся такие, которые созданы без участия человека. Это реки, овраги, озера и тому подобное. К искусственным относятся такие, которые созданы уже при участии человека. Это автомобильные железные дороги, это каналы и водохранилища. Строительство переходов через естественные искусственные препятствия возможно с применением следующих конструктивных схем и технологий. Во-первых, это воздушные переходы с применением балочных систем, арочных систем, самонесущих систем и подвесных систем. Подводные переходы, которые сооружаются с применением траншейной прокладки, когда дно препятствия разрабатывается и сооружается там траншея, которую впоследствии выкладывает в трубопровод, и без траншейной прокладки. Это уже применение специальных технологий наподобие микротономирования и наклона направленного бурения. Переходы через автомобильные и железные дороги возможны с применением открытой прокладки, когда производится установка движения и разработка полотна дороги. И закрытая прокладка, когда остановки движения нет, строительство ведется ниже насыпи дороги. Строительство линейной части магистральных трубопроводов включает в себя 7 последовательно выполняемых операций. Первое – подготовительные. Второе – погрузочно-разгрузочные и транспортные работы. Третье – земляные работы. Четвертое – сварочные монтажные. Пятое – изоляционные укладочные. Шестое – очистка полости испытания. И седьмое – сооружение средств электрохимической защиты. Итак, благодаря этому ролику мы с вами ознакомились с понятием условий строительства для нефтяных трубопроводов. Необходимость строительства трубопроводов выявляется в процессе разработки государственных планов развития нефтяной и газовой промышленности, снабжения нефтепродуктами и газом промышленных и сельскохозяйственных предприятий и населения страны. В соответствии с положением утвержденной схемы или технико-экономическим обоснованием, соответствующее министерство выдает задание на проектирование. Задание составляется при участии проектной организации, которая получается проектирование трубопровода. В задании указываются следующие основные данные. Назначение трубопровода. Годовая пропускная способность с разбивкой по очередям строительства. Для нефтепродов и нефтепродуктопроводов Перечень нефти и нефтепродуктов, подлежащих последовательной перекачке с указанием числа каждого сорта. Характеристики всех нефтей и нефтепродуктов Направление трубопровода. Начальный, конечный, а в случае необходимости и промежуточные пункты. Перечень пунктов путевого сброса или подкачки продуктов с указанием количества и по сортам. Сроки начала и окончания строительства по очередям. Сроки предоставления технической документации по стадиям проектирования. Наименование проектировщика – генерального подрядчика. Итак, как мне кажется, основной проблемой вызывает пункт – это перечень нефти и нефтепродуктов, подлежащих последовательной перекачке. Более детально о понятии последовательной перекачки различных видов нефтепродуктов мы с вами ознакомимся в последующих занятиях нашего курса. Кроме того, в задании на проектирование иногда указывают на трубы, какого диаметра и из какой стали, а также на какое оборудование должны рассчитывать проектировщики. Мы с вами в предыдущем занятии рассмотрели различные виды материалов, из которых изготавливаются трубы. Таким образом, в некоторых случаях указываются не только общие данные, но и конкретные данные по материалам изготовления нашего трубопровода. Задание на проектирование является основным исходным документом при проектировании трубопровода. И все положения в нем должны получить отражение в проекте. Проектирующая организация принимания задания как основной обязательный для нее документ должна тщательно изучить все исходные данные. Отклонения от задания должны быть обоснованы технико-экономическими расчетами и согласованы с организацией, выдавшей задание. Проектирование трубопровода ведется, как правило, в две стадии – технический проект и рабочие чертежи. Итак, заострим внимание на пункте отклонения от задания. Любое отклонение от выданного нам задания на проектирование должно быть обосновано технико-экономическим обоснованием, проектом ТО, то есть технико-экономическим обоснованием или технико-экономическими расчетами. Так как изначально задание подразумевает основные вводные данные, в некоторых случаях проектировщик может вносить коррективы, к примеру, в процессе изыскания трасс или в процессе прокладки. Но все эти операции должны быть обоснованы. Обоснованы не только экономически, но и в первую очередь технически. На стадии технического проекта производятся все необходимые изыскания. Принимаются основные технические решения по проектированным объектам. Определяется общая стоимость строительства и основные технико-экономические показатели. Цель этого этапа проектирования заключается в следующем. Производство технических и экономических изысканий, но различными вариантами трассы и площадок, перекачивающих станции с выбором оптимального варианта. Изучение геологических сопасов нефти и газа, обеспечивающих трубопровод сырьем на длительный срок эксплуатации. Составление технологической части проекта, включая гидравлические и тепловые расчеты. Выбор наивыгоднейших параметров трубопровода, его диаметр, число и мощность перекачивающих станций и т.п. Продолжение следует... 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 резервуары, механические мастерские. Раздел номер 3 включает в себя автоматику и телемеханику. Раздел номер 4 электроснабжение внешнее и на площадках. Таким образом, в часть вторую технологического проекта входит в техническом проекте представленные выше разделы, ниже разделы, а также последующие. Застрим некоторые внимание. Выбор диаметра магистрального трубопровода. Расстановка и режим работы насосных и компрессорных станций. Мы после выбора диаметра нашего магистрального трубопровода должны с вами расставить и выбрать режим, в котором будут работать насосы и компрессорные станции достаточным образом обеспечивающий рабоспособность выбранного нами трубопровода с заданным нами или выбранным нами диаметром. Второй раздел включает в себя оборудование, которое необходимо для насосных и компрессорных станций, для их функционирования. Третий раздел включает в себя телемеханику и автоматику. Как уже было описано выше в предыдущих материалах, трубопроводный транспорт имеет определенное преимущество по сравнению с другим, это высокая степень автоматизации. В связи с этим автоматика и телемеханика также необходимо рассматривать очень детально. Третье, четвертое – это электроснабжение. Часть третья – строительно-монтажное. Включает в себя линейные сооружения, электрическая защита от трубопровода от коррозии, связь, генеральные планы площадок, здания и сооружения, водоснабжение и канализация, теплоснабжение и вентиляция. Указанные ниже разделы полностью должны удовлетворять строительно-монтажные части нашего технического проекта, а именно описывать линейные сооружения, электрическую защиту нашего трубопровода от коррозии, связь на протяжении всей длины трубопровода, необходимую для осуществления поддержки связи с диспетчерскими пунктами, генеральные планы площадок, зданий и сооружений, устраиваемых для обслуживания трубопроводного транспорта, водоснабжение канализацией и теплоснабжение и вентиляции помещений и зданий. Организация строительства. Пятая часть – сметная документация. Сметная документация включает в себя раздел 1 – сводная смета, и раздел 2 – сметные финансовые расчеты и сметы. Шестая часть – это изыскание. Изыскание включает в себя следующие разделы. Раздел номер 1 – трасса магистрального трубопровода. Раздел номер 2 – площадки насосных и компрессорных станций. Входящая в состав технического проекта сводная смета состоит из следующих глав. Это подготовка территории и строительства, отвод земель под трубопровод и перекачивающие станции, снос строения расхода на переселение на возмещение затрат по порче посевов и другие, расчетка страсс и площадок, рубка леса и кустарника, корчевка пни, осушка болот, дорожные работы. Вторая глава в состав сводной сметы входит объекты производственного назначения. Это линейные работы про укладки трубопровода, земляные работы при обретении труб, фитингов, их доставка с завода на трассу, сварка трубопровода, противокоррозионная изоляция, укладка труб в траншею, опрессовка, засыпка трубопровода. Второе. Искусственные сооружения, переходы через реки, болота, пересечения железнодорожных путей, автомобильных шоссейных дорог, мостов и эстакад. Насосные и компрессорные станции, здания приобретения перекачивающих агрегатов, их доставка в монтаж, резервуары, пылеволовители и внутрестационные трубопроводные коммуникации. Третья глава. Это объекты подсобного производственного обслуживания, назначения, конторы, мастерские и пожарные депо-лаборатории. Четвертая глава. Объекты энергетического хозяйства, электрогенераторы, трансформаторы, подстанции, котельные, градирни, теплообменники и т.д. и т.п. Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи, гаражи, телефонная связь. Шестая глава. Это водопровод, канализация, очистные сооружения, теплофикация, газификация. Глава номер 7. Благоустройство площадок перекачивающих станций. Глава номер 8. Перевременные здания и сооружения. Глава номер 9. Прочие работы и затраты. Глава номер 10. Содержание дирекции строящегося предприятия, включая технический надзор. Глава номер 11. Расходы на подготовку эксплуатационных кадров. Глава номер 12. Проектно-изыскательные работы. В конце сметы указываются суммы, резергируемые на не подведенные работы и затраты, 10% от смертной стоимости. Строительство при двухстадийном проектировании, при одностадийном проектировании, 5% от рассматриваемых нами затрат. Рабочие чертежи заставляют строгом соответствии с утвержденным техническим проектом. В них уточняются и детализируются принятые в техническом проекте решения в такой степени, чтобы по этим чертежам можно было выполнять соответствующие строительные и монтажные работы. Иногда допускаются незначительные отступления от проекта, направленные на улучшение отдельных его решений, замена устаревшего оборудования новым, использование более эффективных методов работы и т.д. Крубопроводы малой протяженности и пропускной способности проектируют без предварительной технико-экономического обоснования, а в некоторых случаях в одну стадию техно-рабочий проект. Техно-рабочий проект включает в себя следующие части. Общая пояснительная записка с кратким изложением содержания проекта и результатов сопоставления вариантов, на основе которых приняты проектные решения, характеристики комплекса проектируемых сооружений с освещением всех вопросов, технологических параметров трубопровода, строительства его и эксплуатации, а также данных о проведенных согласованиях с указанием в соответствии проекта действующим нормам и правилам. Технико-экономическая часть, включающая обоснование основных технико-экономических показателей и расчеты эффективности и использованных в проекте новейших достижений науки и техники. Третья часть – это генеральный план, транспорт и восстановление, рекультивация нарушенных земель. Линейная часть магистрального трубопровода, включающая схемы, чертежи участков, трассы и крупных переходов в чрезвотные переграды. Б. Линейные сооружения, входящие в состав магистрального трубопровода, линии и сооружения эксплуатационной связи, система электрохимической защиты трубопровода, прочие сооружения вдоль трассовой дороги. Наземные сооружения магистрального трубопровода. Четвертая часть – технология транспорта продукта, газа, нефти и другого, обеспечение энергоресурсами и защита окружающей среды, определяющей характеристику и специфику технологического оборудования и производственных процессов, технология производства, автоматизация технологических процессов, электроснабжение и электрооборудование, энергетические установки, тепловые сети, мероприятия по охране окружающей среды. Организация труда и системы управления магистральным трубопроводом, как промышленно-транспортным предприятием. Организация труда, система управления предприятием, связь и сигнализация. Строительная часть. Линейная часть магистрального трубопровода, линейные сооружения и наземные сооружения. Седьмое – организация строительства. Объемы содержания этой части проекта установят в соответствии с действующей инструкцией по разработке проектов, организации строительства и проведении работ. Линейная часть магистрального трубопровода и линейные сооружения – проект организации строительства. Б. Наземные сооружения насосных станций и компрессорных станций – проект организации строительства. Организация подготовки к освоению проектной пропускной способности и ее освоения в нормативные сроки. Сметная часть, включающая свободную смету на строительство и сводку затрат, а также сметанного строительства объектов, объектные сметы и выполнение видов работы и другую сметную документацию. Жилищно-гражданское строительство, паспорт проекта. При разработке проектной документации строительства магистральных трубопроводов в обязательном порядке должны быть использованы действующие нормы продолжительности строительства. Нормы продолжительности строительства магистральных трубопроводов. Где? В левой части показан диаметр трубопровода. 500, 800, 1000 и 1400 мм. Протяженность трубопровода 100, 200, 360, 500, 1000 км. И соответствующие сроки его продолжительности строительства в месяцах. Просмотрим с вами строительство трубопроводов в сложных условиях и в гараж. К особым условиям, требующих значительных изменений в конструктивной и технологической схеме строительства магистральных трубопроводов, можно отнести строительство на многолетнемерзлых грунтах, на пучинистых и просадочных грунтах в районах горной и шахтной выработки, на болотах и замолоченных участках, в горных условиях и так далее. Рассмотрим эти и другие условия более подробно. Многолетнемерзлые грунты. Многолетнемерзлые грунты занимают значительную часть поверхности на планете. Порядка 23%. И около 47% на территории Российской Федерации. Осложняющими факторами при строительстве магистральных трубопроводов на многолетнемерзлых грунтах, конечно же, в первую очередь является наличие отрицательных температур. Отрицательная температура как грунта, так и воздуха. Другим осложняющим фактором является существенное изменение физико-механических свойств грунта в процессе его оттаивания. Грунты, имеющие температуру отрицательную, либо близкую к нулю, с включениями льда, называются мерзлыми. Грунты, которые находятся в таком состоянии 3 года и более, называются многолетнимерзлыми. В свою очередь, многолетнимерзлые грунты подразделяются на сезонно промерзающие, оттаивающие и промерзающие в период положительных и отрицательных температур, без смерзания подстилающей многолетней мерзлой толщи грунта. И, соответственно, сезонно оттаивающие, оттаивающие и промерзающие в летний и зимний период года с полным смерзанием, с подстилающей толщей многолетней мерзлой грунта. В зависимости от условий, толщина или высота сезонного промерзания может варьировать в интервале от 0,2 до 3,5 метров. Толщина или высота сезонного оттаивания от 0,6 до 5 метров. В районах распространения многолетнимерзлых грунтов возможны следующие процессы. Во-первых, налить. Это промерзание воды, выходящей на поверхность, как правило, грунтовой воды в период отрицательных температур. Салифлюкция. Это медленное вязкое течение грунта на продольных склонах в результате сезонного оттаивания и промерзания. Термокаст. Это локальная просадка грунта в результате протаивания отдельных включений льда. Морозобойные трещины. Это вертикальные трещины на поверхностном слое грунта в результате резкого изменения температуры. И так далее. При проектировании и строительстве магистральных трубопроводов участки, где распространены подобного рода явления, следует избегать. Также на этапах расчета на прочность, деформативность и устойчивость магистральных трубопроводов при включении и просадке грунтов необходимо учитывать дополнительные нагрузки и воздействия в результате характерного изгиба профиля трубопровода. В свою очередь магистральные трубопроводы в зависимости от температуры перекачиваемого продукта условно подразделяются на холодные при температуре ниже 0 градусов, теплые около 0 градусов и горячие, значительно выше 0 градусов. При пересечении участков с пученистыми грунтами при расчете холодных трубопроводов необходимо оценивать параметры ореола промерзания грунта, параметры пучения и на основе этого вести расчеты на прочность и устойчивость. Для того, чтобы уменьшить негативное влияние со стороны грунта в результате его пучения на трубопровод, предусматривают различные конструктивные и технологические решения. Среди основных можно назвать замену грунта, также различные компенсационные участки, техническую мелиорацию грунта. Не менее существенное влияние на надежность трубопровода оказывает просадка грунта. В этом случае также необходимо предусматривать различные меры. Среди основных применение теплоизоляционных материалов мат, использование поддерживающих подземных элементов для фиксации трубопровода, а также термостабилизаторы для поддержания температуры, соответственно, отрицательной, около опорных элементов, либо самого трубопровода. Вторым особым условием, которое хотелось бы рассмотреть, является строительство в горных условиях. Давайте рассмотрим тщательнее эту работу. В горных условиях не менее сложными и опасными являются сварочно-монтажные и укладочные работы. При производстве работ на продольных уклонах с крутизной свыше 15 градусов, а также на косогорах с крутизной свыше 3 градусов, должны приниматься меры, исключающие самопроизвольное смещение труб, трубных секций и клетей. Штабель труб должен располагаться на горизонтальных участках. Допускается укладка труб на площадках, имеющих уклон не более 3 градусов. При этом трубы в нижнем ряду должны быть соединены между собой. При производстве работ в горной местности соблюдают минимально возможные разрывы во времени между сваркой нитки трубопровода и ее укладкой в траншею. Невыполнение этого условия может привести к тому, что возникнут дополнительные трудности, связанные с обеспечением вписываемости трубопровода в габариты траншей. На участках, где косогорность рельефа местности не превышает 8 градусов, то есть там, где не предусмотрено обустоество полок, монтажные и укладочные работы выполняют, используя обычные технологии. При этом предусматривается проведение ряда дополнительных мероприятий по обеспечению безопасности. На косогорных участках с углом уклона более 8 градусов вывозка труб или секции осуществляют строго после разработки траншеи. На участках, где полка имеет ограниченную ширину, применяют метод протаскивания плити, выбирая для ее заготовки прилегающие участки трассы с более благоприятными условиями. На участках с крутизной косогора более 18 градусов, где использование полунасыпи для пропуска машин и механизмов невозможно, сборка и сварка плитей трубопровода допускается на поперечных лёжках, уложенных непосредственно над траншей. При укладке трубопровода, убирая эти лёжки, необходимо тщательно следить за состоянием на траншеи, а также за состоянием мягкой подсыпки. Обвалившийся со стенок траншеи грунт необходимо незамедлительно убирать. Кроме того, сварка труб в секции может также осуществляться на соседних, удобных для этих работ участках, с последующей доставкой секции трубопровода к месту укладки. Монтаж захлёсточных стыков, а также варка катушек, следует осуществлять в местах, где предусмотрены проектные документации, разъезды для транспорта, то есть в местах уширения полки. В зависимости от крутизны уже продольных склонов, применяют различные схемы производства сварочно-монтажных работ. Среди основных можно выделить следующее. Во-первых, сварка плети на береме траншеи из одиночных труб или секций и укладка её в траншею колонной трубоукладчиков. Сварка плети в траншеи из одиночных труб или трубных секций. Третье. Сварка на верхних площадках одиночных труб или секций с протаскиванием плети по мере наращивания по траншее сверху вниз. Сварка уже на нижних площадках из одиночных труб или секций с протаскиванием плети по мере наращивания по траншеи уже снизу вверх. Сварка плети на береме траншеи из одиночных труб или секций и её укладка в траншею колонной трубоукладчиков применяется на продольных уклонах до 20 градусов. С целью обеспечения удобства работ, улучшения процесса сборки стыка следует работу вести, как правило, снизу вверх. Труба или секция подаётся на стреле трубоукладчика сверху вниз. Укладка, готовая плети в траншею, производится колонной трубоукладчиков с применением мягких полотенец. Количество трубоукладчиков в колонии при этом должно быть не менее трёх. На продольных уклонах до 10 градусов работу выполняют без соединения трубоукладчиков друг с другом. На больших уклонах, то есть от 10 до 20 градусов, трубоукладчики последовательно, ну или попарно соединяют друг с другом. Укладка, готовая плети в траншею, ведётся либо методом перехвата, если трубоукладчики соединены между собой, либо методом переезда, ну если уже трубоукладчики не соединены между собой канатами. На уклонах от 10 до 20 градусов при движении колонны вверх первый трубоукладчик страхуется бульдозером, который перемещается вверх с задним входом. При этом отвал должен быть опущен до земли. При движении колонны вниз уже последний трубоукладчик страхуется бульдозером, который перемещается вперёд, в свою очередь, с опущенной до земли отвала. Сварка плети в траншеи из одиночных труб или трубных секций производится на уклонах от 15 до 20 градусов. Работы ведутся снизу вверх с подачи труб сверху вниз на стреле трубоукладчика. При этом техника анкируется. Учитывая, что на больших уклонах, как правило, свыше 15 градусов, сборка и сварка плетевых стыков в траншеи весьма трудоёмкая и опасная процедура, целесообразно сварку плетей на таких уклонах ввести из двух трубных секций. Их сварка организуется на вершине уклона, на площадке с малым уклоном. При этом применяются специальные инвентарные подкладки и внутренние центраторы. К месту монтажа секция подаётся с помощью трубоукладчика. Труба или секция при перемещении на стреле трубоукладчика стопорится, ну, от возможного раскачивания. В свою очередь, трубоукладчик также страхуется анкорной лебёдкой. Сборка и сварка стыка в траншеи ведётся с помощью двух трубоукладчиков. Трубоукладчики находятся в гибкой сцепке и страхуются анкерным трубоукладчиком либо трактором с лебёдкой. Для удержания уже анкерного трубоукладчика, в свою очередь, применяется лекарящий бульдозер. Во всех случаях для сборки кольцевых стыков применяют внутренний центратор, который перемещается лебёдкой, установленной на анкерной площадке. После монтажа трубопровода производят работы по изоляции стыка, укладки его на подготовленные дно траншеи. Ну, в свою очередь, момент подачи двухтрубных секций с вершины уклона к месту монтажа трубоукладчиками вы можете видеть на рисунке. Строительно-монтажные работы на участках с продольным уклоном более 20 градусов производят в следующем порядке. Обустраивают монтажную площадку, завозят зафотированные трубы, разрабатывают траншею, устанавливают в рабочем положении строительные машины и механизмы, производят сварочно-монтажные работы непосредственно в траншее методом наращивания. Наращивание трубопровода, опускаемого сверху вниз, может производиться на уклонах с любой крутизной. При этом включается любая работа техники непосредственно на самом уклоне. Сборка и сварка кольцевых стыков производится непосредственно на гребне уклона, а протаскивание плеки в траншее по мере ее наращивания. Труба или секция при этом доставляется к месту сварки по обездным дорогам. После сварки стыка производится контроль качества и изоляция, а затем и сам процесс протаскивания. Все операции выполняются последовательно на одной и той же позиции, что, в свою очередь, снижает темп работы. Поэтому сварку рекомендуется ввести из длинномерных, предварительно захотированных секций. В процессе производства сварочных и изоляционных работ плеть непрерывно якорится верхней лебедкой. Протаскивание плети по траншее осуществляется уже с помощью нижней лебедки. Для удержания трудной плети от самопроизвольного сползания по склонам следует применять специальные разъемные хмуты, устанавливаемые в зоне сваренных кольцевых стыков для предотвращения порчи изоляционного покрытия. Итак, на сегодняшнем занятии мы с вами познакомились с таким понятием, как условия строительства, с такими понятиями, как задание на проектирование и технический проект по требованиям, представленным в задании на проектирование. Мы с вами рассмотрели различные условия строительства трубопроводов в печь на мёрзлых грунтах, а также в условиях горных возвышенностей. Для получения более детальной информации по сегодняшнему занятию можно обратиться к электронным ресурсам в рекомендуемом списке литературы. Спасибо за ваше внимание. До скорых встреч!